И снова всем привет, друзья! С вами канал Android Software. Сегодня ко мне на обзор попала IP-камера UI Dome Guard. Камера поставляется в довольно качественной белой коробке. На лицевой стороне изображена сама камера. С правой левой стороны указаны основные достоинства камеры. А с тыльной стороны технические характеристики камеры и контактная информация. Внутри коробки первое, что нас встречает, это инструкция по использованию на английском языке. Внутри гарантийный талон, купон на скидку для покупки тарифного плана в облачном сервисе UI Cloud и фирменный стикер. Далее под блистером находится сама камера. К ней мы вернемся чуть позже. И последнее, что тут еще есть, это небольшая коробка с аксессуарами для камеры. А именно, кабель microUSB длиной около 2 метров. Компактный блок питания на 5 вольт и 1 ампер. Круглая крепежная пластина и монтажный комплект для нее. Два шурупа и два дюбеля. Теперь давайте рассмотрим саму камеру. Внешний вид камеры UI Dome Guard футуристичный и напоминает робота. В верхней части поворачивающейся головы расположены следующие элементы. Линза камеры, микрофон, световой индикатор и датчик освещенности. Подняв камеру вверх, можно обнаружить разъем для накопителя microSD и клавишу RESET. Максимальный объем памяти, который поддерживает камера, достигает 128 ГБ. При установке флеш-карты камера постоянно записывает ролики длиной 1 минуту. Интервал не регулируется, но имеется функция записи только при обнаружении движения. На боковой части неподвижного основания расположены разъем питания microUSB и разъем Ethernet, которым можно воспользоваться, если у вас почему-то нет покрытия Wi-Fi. Также сбоку под защитной решеткой находится динамик. В нижней части камеры имеется резьба стандартного типа для установки на штатив и пазы для настенного крепления. Установка максимально простая. Прикрутить пластиковый держатель двумя комплектными саморезами в нужное место, а затем поворотным движением зафиксировать камеру. Также здесь есть и три прорезиненные ножки, для того, чтобы ваша камера не скользила на различных поверхностях. Камера UI Dome Guard – это камера для видеонаблюдения внутри помещений. Подключается к сети по Wi-Fi или Ethernet. Умеет записывать видео на карту памяти или в облачное хранилище, определять движение в кадре и присылать уведомления на смартфон. Может поворачиваться на 360 градусов вокруг себя, а также вверх и вниз. Максимальное разрешение, в котором камера может вести запись, составляет 1080p. Есть ночной режим с ИК-подсветкой и функция определения человека в кадре. Поддерживается двухсторонняя голосовая связь. На Алиэкспресс ее можно приобрести примерно за 2500 рублей на момент выхода этого видео. Работает UI Dome Guard через приложение UI Home. Доступны версии как для мобильных устройств, так и для Windows и Mac OS. Подключение занимает пару минут. Давайте я вам это продемонстрирую. Для начала нужно скачать и установить фирменное приложение UI Home из Fly Market. При первом включении необходимо зарегистрировать аккаунт или ввести уже существующий. Попав на главный экран приложения, кликаем на плюсик в правом верхнем углу. Сканируем QR-код, расположенный на основании камеры, если вы не знаете, что у вас за модель. Или выбираем нашу камеру UI Dome Guard из списка доступных устройств. Далее подключаем камеру и она откалибрует свое положение и голосовым сигналом сообщит о готовности к подключению. Если это не произойдет, то нажмите кнопку Reset на камере и подождите около 20 секунд. Далее на экране смартфона жмем кнопку Я услышал ожидание подключения. После этого выбираем нужную нам точку доступа и вводим пароль от нее. После этого жмем кнопку Далее. Появится QR-код, который необходимо поднести к объективу камеры для сканирования. После успешного сканирования камера издаст голосовой сигнал. Осталось подождать несколько секунд. Теперь осталось только написать название камеры или выбрать из предложенных названий. И нажать кнопку Далее. После этого нам предложат попробовать облако Ками Клауд. Но мы пропустим этот момент. После этого жмем кнопку Финиш. Теперь IP-камера UI отключена к точке доступа и готова к дальнейшей настройке и использованию. Подключив камеру к смартфону, открывается обширная функциональность. Прежде всего, камера видеонаблюдения позволяет просматривать обстановку в режиме реального времени. Задержка видео составляет примерно 2 секунды. В быстром доступе есть клавиши для записи видео и создания фото. Кнопка микрофона, расположенная Далее, позволяет передать звук на камеру. Для этого нужно нажать и удерживать эту кнопку. А иконка динамика при нажатии по ней позволяет управлять передачей звука с камеры. Встроенный микрофон и динамик позволяют комфортно общаться через камеру. И последняя кнопка в виде стрелочек позволяет развернуть картинку на весь экран. Также чуть ниже мы можем посмотреть ранее записанное видео, которое было сохранено в облако, либо на SD-карту. И если нажать на экран просмотра, то мы сможем выбрать качество изображения и запустить режим картинка в картинке. На следующей вкладке имеется и пульт управления, с помощью которого можно менять положение как по горизонтали, так и по вертикали. 355 и 84 градуса соответственно. Далее идет пункт таймлапс для интервальной съемки. И последний пункт это основные настройки камеры. Здесь можно дать камере название и выбрать комнату, где она размещена. Есть возможность включить и выключить саму камеру. Микрофон, датчик движения, ночную подсветку и светодиод статуса. Предусмотрен график работы камеры с планированием времени автоматического включения и выключения. Отдельный раздел посвящен настройкам детекции событий. Событием может быть как движение в кадре, можно выставить чувствительность, так и звук. И есть регулировка порога в децибелах. Как мы уже поняли, когда происходит настроено таким образом событие, камера начинает запись и присылает вам уведомления. Настроить можно частоту и график таких уведомлений от 24 на 7 до точных дней, недели и часов. Почаще или пореже. А еще можно защитить камеру пин-кодом. Поделиться ею с другим пользователем приложения или настроить интеграцию с Amazon Alexa. Также можно выбрать тарифный план и подключить камеру к облачному хранилищу. Выбрать режим записи из двух вариантов. Запись при обнаружении активности, либо непрерывная запись. Также можно посмотреть информацию о SD-карте и отформатировать ее. В самом низу есть возможность удалить камеру, нажав на соответствующую кнопку. А сейчас давайте продемонстрирую несколько записей с этой камеры. Итак, друзья, вот таким вот образом меня слышно и видно. Нахожусь я в комнате, у меня включен свет. И вот, собственно, такая картиночка и вот такой вот звук передает эта камера. Оцените сами. И снова всем привет, друзья. С вами канал Android Software. И это тестирование камеры UI Dom Guard. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А сейчас мы с вами переместимся на улицу и посмотрим, как данная камера может снимать днем на улице. Итак, поехали. Так, а сейчас, ребят, камеру разместил на балконе пятого этажа. И вот таким вот образом меня слышно. И вы видите картинку с улицы. Можете оценить качество записи сами. Ну и вот таким вот образом передается картинка. Если установить камеру куда-то на улицу. Ребят, а сейчас тестирую я данную камеру в полной темноте. Можете оценить сами качество картинки, качество звука опять же. И снова всем привет, друзья. С вами канал Android Software. И это тестирование камеры UI в полной темноте. Вот так меня видно. Если вытащить microSD карту и изучить ее содержимое, то можно увидеть, что файлы разложены по папкам с названиями. А видео разбивается на отдельные ролики продолжительностью не более одной минуты. Одна секунда видео весит в среднем порядка 0,22 мегабайта. Таким образом на 1 гигабайт памяти можно записать более часа видео. Все видео без проблем воспроизводятся как на телефоне, так и на компьютере. Домашняя IP-камера UI Doom Guard станет надежным защитником. Сразу оповестит вас о сраных звуках или незваных гостях. Кроме того, она обладает обширным перечнем настроек. И может быть использована в качестве видеоняни или двухсторонней связи. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Если данное видео вам понравилось, обязательно поставьте лайк. А также не забудьте подписаться на мои каналы на YouTube, Яндекс.Дзен, ВКонтакте, Телеграм и Рутуб. А я на этом с вами прощаюсь и всем до новых встреч.